Вместо букетов к первому сентября деньги больным детям. В столице Чувашии такая акция помощи проходит впервые. Готовы ли родители и учителя отказаться от пышных букетов на первое сентября в пользу маленьких пациентов, выясняла Юлия Важенина. Дарить, не дарить, дарить, не дарить, дарить, не дарить. Цветы – неотъемлемый атрибут первого сентября, но так ли он нужен? Над этим вопросом все чаще стали задумываться родители школьников. Ну что ж, давайте разбираться. Каждый год в начале осени у флористов случается 2-е, 8-е марта. Розы, хризантемы, лилии, ромашки. День знаний в любой школе утопает в море цветов. На 1 сентября ажиотаж вокруг цветов просто бешеный, потому что всем понятно, что дарятся букеты учителям, педагогам в каких-то дополнительных образовательных учреждениях. Я думаю, цветы – это самый покупаемый продукт как раз на данный праздник. 500 рублей – минимальная цена стандартного букета на 1 сентября. И если учесть, что в классах не меньше 20 школьников, общая стоимость всех цветов получается достаточно внушительной. По этой причине три года назад педагог Ася Штейн придумала акцию «Дети вместо цветов». Идея проста. Деньги, которые родители бы тратили на покупки сотен букетов, увядающих в алюминиевом ведре в конце первого учебного дня, перечислять нуждающимся детям. Эту акцию подхватили родители Чебоксарской гимназии номер один. У нас, например, начали перечислять в нашем классе родители уже, вот, который день перечисляют, кто-то тысячу, кто-то 500 рублей, кто как рассчитывает, кто как может. В интернете развернулись целые дискуссии по этому поводу. Своё мнение высказывают и школьники, и родители. А вы откроете любой учебник. А плакаты? Там везде изображены дети с цветами. Это было, есть и, надеюсь, будет. На День знаний учителям дарят большое количество букетов. Эти цветы невозможно сразу разместить в вазах, поэтому часть их быстро погибает. Сами же учителя совсем не против участия родителей в этой акции. Когда родители вышли с инициативой поддержать акцию «Дети вместо цветов», первая мысль пришла, конечно же. Ведь это очень благое дело. Это очень хорошее начинание для нашего города. Конечно, никто не говорит о том, чтобы не подарить учителю ни цветочка. Но, по мнению многих, одного красивого букета от всего класса достаточно. А сэкономленные деньги принесут реальную помощь больным детям. Например, родители учеников первой гимназии отправляют деньги пациентам палеотивного отделения детского медицинского центра. Хотим организовать здесь реабилитационную комнату. Она очень необходима для наших детишек. Так как наши дети не могут дышать сами, не могут ходить, питаются через зонт. И для всего этого необходимы аппараты, разные аппараты. Направить деньги можно как на палеотивное отделение, так и конкретному ребенку. Для этого нужно лишь указать в обосновании, на что вы хотите, чтобы потратили средства. Кстати, помочь пациентам можно не только деньгами. Они рады любому вниманию. Будь то простая беседа, театральное представление или музыкальная сказка. Эта помощь точно не завянет. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика.